ребят привет с вами перч так давайте не будем волноваться вот он что я сам переволновался потому что я честно говоря попал на такой вынужденный больничный пошел перчжу в джунгли и свалился вот и сломал себе пару ребер одного ребра сломал нескольких местах там с плевритами и все такое прочее вот и пока я валялся там в соседней деревне еще мой компьютер попал под влагу какую-то печатает через раз вот если так вот набирать он через раз печатает буквы вот в общем все со мной в порядке я сейчас вернулся вот что-то одним букву он печатает другие не печатать нужно мне менять клавиатуру вот дорогие мои друзья давайте мы пока сейчас с вами пока сейчас вот я вернулся буду сейчас чинить клавиатуру вот и начинать уже двигаться более-менее нормально мы с вами отправляемся ребят еще раз вот в этот город замечательный город у джейм куда я вас приглашаю для того чтобы вот еще раз посмотреть все храмы которые там есть пока вы будете сейчас ходить в городе у джейме я постараюсь ответить на все ваши многочисленные там от вопросы ответы и что-то все таки сделать с этим pdf файлом куда-то его выложить вот отправляемся мы сейчас с вами в город у джейм вот который находится вот здесь вот рядом с городом индор вот он и по моим как бы таким теоретическим как бы мазго раскидыванием вот все наши предки жили вот они вот здесь вот это месте которое называлось доруссия или русия вот в долине реки инд именно поэтому вот то место куда мы с вами ездили на святую гору гернар вот здесь вот она находится и это место город у джейм находится вот тут тоже рядом недалеко от индора и там конечно же огромное влияние оказались киев и на все что там происходит я вам расскажу давайте про город индор фу про город у джейм город у джейм совершенно удивительный город существует он вообще считается как бы старейшим городом в мире вообще вообще как бы на планете земля и перцы считают что это самый старый город вообще на планете и называется он городом в лесу город в лесу вот и сам индусы говорят что это город который построил кайм вот и об этом городе очень много известно в ашишта говорит своей жене к примеру что в этом городе любой человек который умирает он прямиком попадает в общем на небо и этот город у джейм попал под влияние и скифов и огромное просто количество людей которые там и правили и неправили и это место называлась по-разному называлась она каха каш каха каш ринга вот это город золотых куполов вот эти вот все храмы которые там сейчас вот увидите в древности они все были покрыты золотом вот называется также это место где росла раньше кавильт rawа куша спхали этот город назывался также этот город назывался авантий этот город был такой город протектор авантий по при переводе называется протектор это место где не было выдачи точно так же как раньше на дону не Не было выдачи. Точно так же здесь, вот в Ульжене, тоже не было выдачи. Любой человек, который сюда приходил, он пропадал под покровительство надхов. Это место, кстати, где вообще зародилась хатка-йога. И место, где гуру Гуракша и Матьендра надх основал свою секту. И где гуру Гуракша написал свои 100 вершей Гаракши. Это место, где в 2016 году проходил фестиваль. Если вы следили за перчевым, за его похождениями, то вы знаете, что именно здесь проходила Куммела в 2016 году. И вообще город очень совершенно полный различных храмов, совершенно удивительных. Здесь находится тот самый храм 64-х Ягинь. И находится храм, в котором находится один из оригинальных 12 шиволингомов, который установил сам Шива. Установил он этот лингом после победы над демоном. И местные жители попросили Шиву не уходить. У Джиани это и называется победа. И когда Шива победил Трипуру, он решил остаться здесь в виде лингома. Место поклонившим... Также этот город назывался местом, где цветут белые лилии. Это место, также называлось раньше Амараватти, место, где живут бессмертные. И учитывая, что это место, где родилась хатка-йога, то так, наверное, оно и есть. Это место, где находится, раньше, вернее, находилась, и сейчас находится, но я имею в виду, раньше это была такая резиденция надхов. Огромная такая резиденция. Мы с вами там были во время Куммелы. Место, откуда надхи и йогины рулили всей огромной территорией скифской на протяжении больше, чем 700 лет. Это место, куда приходили за добро править все правители со всего мира. Здесь, кстати, говорят, что к основанию этого города приложил руку также и Ашока. Ребят, добро пожаловать в небольшие такие циклы лекций, посвященных Уджейну, вот этому городу, месту, еще раз говорю, очень близкому, который находится вот к этому месту, к стране, которая в древности называлась Доруссия или Руссия. И люди, которые вот здесь вот жили в районе реки Инд, они все назывались Русинами. И вот именно поэтому вот это вот место, куда мы с вами были, да, это и есть гора Святогор. Вот, давайте, я вернулся, я с вами, добро пожаловать, в общем, обратно. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы, к сожалению, я буду делать это медленно, потому что мне нужно поменять клавиатуру. Все, ребят, пока, я с вами, нас ждет впереди очень и очень много интересного и вкусного, и совершенно сумасшедших различных видео, я вам обещаю. Все, всем привет, не волноваться, я с вами, пока.